Избиратели, которые не смогли прийти на участок, чтобы воспользоваться своим правом голоса, запросили мобильные урны для голосования. В каждом бюро работала бригада, которая на дому посетила людей, оказавшихся в затруднительном положении. Члены команды были оснащены масками, перчатками и козырьками. Мера для предотвращения распространения коронавируса. Граждане, которые не смогли прийти на избирательные участки, могли запросить переносную урну для голосования до 15.00 через законных представителей или социальных работников, которые представили доказательства того, что они обездвижены или больны. А люди, которые находятся на карантине или лечатся от коронавируса дома, делали запрос по телефону. Этой женщине 83 года. Она не может выходить на улицу из-за проблем со здоровьем. Поэтому мобильная команда стала большой подмогой. Довольна, потому что я не могу идти. Я раньше ходила с палочкой, потом с ходунками. А теперь я с ходунками по квартире передвигаюсь, потому что здесь коляска не заходит. У меня коляска есть. Тяжело очень. Спуск не сделали как следует. По словам женщины, каждый житель Молдовы обязан участвовать в выборах. Я голосовала, чтобы у нас лучшая жизнь была. Я голосую, чтобы все были счастливы, чтобы люди никуда не уезжали, чтобы работали в Молдове. И чтобы не переживать вот так все время. По всей стране по домам с мобильными урнами отправились после трех часов дня, когда уменьшился поток избирателей на участках. В Камрате к ним присоединились волонтеры, чтобы процесс голосования двигался быстрее. На 15 часов 11 июля 2021 года у нас 11 заявлений на дом. У нас ребята уже подготовлены члены комиссии, желающие сопровождать, уже на своих машинах будут сопровождать. Скажем так, активность проявляется, но чтобы активность была потихонечку. Надеемся, что до конца дня посетят все желающие наш участок. Запросившие мобильную урну для голосования говорят, что хотят видеть Молдову развитой страной, где люди будут прилично зарабатывать и получать хорошие пособия. За хорошую жизнь и чтобы мы не голодали старики. Вот. Я уже мне 80 лет, я на пенсии. Пенсии маленькие, живем как можем. Хочу, чтобы было все хорошо, чтобы правительство немножко успокоилось, потому что что там творится, не дай бог, это к войне ведут и ни к чему хорошему. Чтобы была зарплата, пенсия, чтобы была хорошая, чтобы был хлеб и спокойствие. Мобильной урной для голосования воспользовались и постояльцы домов престарелых. Старшее поколение из Камрата граждане ответственные. Выборы не пропускают. Хорошая жизнь, чтобы не было вот эти румыны, чтобы не было так скучно, чтобы было все весело, как было. Раньше, раньше, как было весело. Я даже когда еще не была здесь, в этом детском саду, было все время отмечалось, сколько людей проходит, голосуют. Чтобы было все, как мир, дружба и кушечка. Все, что тут, человеку. Белый мир всем, благополучно, всем у нас. Бюллетени, собранные мобильными бригадами, доставляют на избирательный участок, а печать снимают только в присутствии членов избирательного участка и наблюдателей. Субтитры создавал DimaTorzok